Билли Хос А когда вышли из дома, на свежем снегу отпечатались следы огромных ступней Престон Роджерс отдыхал с женой в загородном доме, когда случилось несчастье Они совершали восхождение на гору, куда забирались уже много раз И тут веревка не выдержала Престон повредил позвоночник и не мог ходить, а его жена разбилась насмерть С тех пор прошло полгода Врач заставляет его вернуться в дом в горах и насладиться покоем Доктор уверен, что это поможет Роджерсу быстрее восстановиться психологически Престон с удовольствием бы повернул назад, но за рулем сидел медбрат по имени Отис Он был тем еще засранцем Отис не считался с мнением Престона и чуть ли не насильно вез его в горы Они остановились только на заправке, чтобы купить припасов и залить бензина Продавец рассказал Отису историю Престона А потом сел читать газету, где писали про снежного человека Когда Отис привез Роджерса домой, выяснилось, что он не купил соевое молоко На обычное молоко у Престона аллергия Приходится Отису снова ехать в город Роджерс не хотел оставаться один Ему здесь было неприятно находиться Потому что все напоминало о жене Однако Отису на его желание было наплевать Да всего 30 минут Ты будешь в порядке Через некоторое время после отъезда Дом начал содрогаться, будто неподалеку шагал великан Затем Престон услышал шум подъезжающей машины И вышел на террасу посмотреть Оказалось, в доме напротив остановились подружки Одна из них выходит замуж И они решили устроить здесь девичник Заметив Престона на террасе Аманда, которая в этот момент заносила продукты домой Помахала ему Отис все не возвращался Роджерс заглянул в окно И заметил поваленный столб с оборванными телефонными проводами Кто-то специально сломал его Чтобы лучше рассмотреть поломку Престон взял бинокль В этот момент из дома девушек вышла Карен У которой при себе был мобильник Она позвонила своему парню, чтобы пожаловаться на скукотищу И в этот момент на нее напало неведомое чудище Престон не успел ничего разглядеть Он лишь увидел валяющийся на дороге телефон Когда он начал вглядываться в темноту Оттуда показались два жутких глаза Он попытался предупредить подруг Но те решили, что он какой-то извращенец с биноклем Тогда Престон собрался вызвать полицию Однако телефон не работал Зато у него работал спутниковый интернет Он написал письмо в местное управление полиции В этот момент вернулся Отис Который объездил весь город, чтобы найти соевое молоко Он до жути напугал Престона А когда тот рассказал об исчезнувшей девушке Отис отнесся к истории скептически Ведь Роджерс ничего конкретного не видел Отис не хотел слушать бредни поехавшего богатея Поэтому смешал себе коктейль с молоком и водкой Он согласился сходить к подружкам И расспросить об исчезновении одной из них Но только после ужина Тем временем Билли Хос взял приятелей И отправился на охоту Он собирается поймать зверя, убившего его лошадь Пока они травили разные байки у костра Чудище ходило неподалеку Продавец с заправки тоже был здесь Он учуял монстра Но остальные решили, что это просто медведь Зиглер пошел проверить и нашел следы крови на земле В этом месте протащили тело Карен По следу Зиглер вышел к пещере Где были разбросаны кости животных И человеческие останки Здесь же Зиглер нашел израненную Карен Но помочь ей он не успел В темноте пряталось чудовище И оно утащило девушку к себе Зиглер был слишком стар, чтобы в одиночку сражаться с чужими То есть с чудищами Поэтому он пальнул в темноту и сбежал Придя к своим, он рассказал о монстре и они начали стрелять по кустам Однако ни одна пуля не попала в цель Зато мохнатое чудище прикончило сначала Билли, а затем и Зиглера Последним оно сожрало мужика с заправки Все это время Престон пытался хоть как-то помочь Карен Он вспомнил, как подруги произносили ее имя И нашел в интернете сайт, с которого можно отправить смс на номер абонента Престон написал, чтобы девушки вызвали полицию Но подруги не сразу услышали звонок телефона А когда услышали и нашли мобильник То прочитали сообщение и позвонили в полицию Здесь им сказали, что искать Карен будут по прошествии 48 часов после ее исчезновения Между тем, Отис налакался коктейлей и уснул на диване Трейси позвала подруг на поиски Карен Из-за этого они поссорились и на Трейси выплеснули коктейль Пришлось ей идти в душ Престон наблюдал за их ссорой и увидел, как рядом с домом появился Бигфут Это существо приближалось к окну в ванной комнате Роджерс разбудил Отиса, чтобы показать ему чудище Но Отис увидел только обнаженную Трейси Когда он отвернулся, монстр разломал ее пополам и протащил в окно Из-за этого зрелища Престону стало плохо Отис хотел вкатить ему успокоительное, но Роджерс не собирался отдыхать Он перехватил шприц и вколол препарат Отису Тот свалился без чувств Вслед за этим в окне появилась жуткая морда Бигфута И Престон тоже упал Он ударился головой и потерял сознание Полицейские получили сообщение от Престона, но не стали на него реагировать Шериф знал, что у Роджерса проблемы с психикой А значит, ему могли померещиться разные вещи Он посоветовал Макбрайду подождать, пока заработает телефон И потом связаться с Престоном Очнувшись, Роджерс начал вооружаться Его соседки наконец узнали, что их подруга убита и начали паниковать А злобная зверюга ходила вокруг их дома и ждала момента, чтобы напасть Престон попытался отвлечь монстра, но тот не обратил на него особого внимания Тогда Роджерс отправил девушкам еще одно СМС, попросив их выключить музыку Так они смогут переговариваться через окно Он попросил девушек вызвать полицию, но выяснилось, что мобильник плохо ловит связь Подруги забрались на верхний этаж Бигфут вломился в дом и начал охоту Первой он прикончил будущую невесту Когда она выдала себя звуком, он проломил пол и убил ее Затем настала очередь Аманды, но ей удалось избежать смерти Вместо нее чудище убило СиДжей Раненая Аманда смогла добежать до дома Престона и укрыться внутри Престон успокоил ее и предложил подготовить ловушку к приходу монстра Он был уверен, что чудище либо заготавливает пищу на зиму, либо пытается выгнать чужаков со своей территории Также Роджерс считал монстра не особо сообразительным, но тот доказал, что это не так Бигфут отрубил в доме электричество, чтобы было проще искать и убивать людишек Это случилось как раз в тот момент, когда Аманда отправляла еще одно письмо в полицию Мак Брайт ответил на первое сообщение, но счел его глупым розыгрышем Чудище проникло в дом, и Престону с Амандой пришлось сбегать через террасу Они взяли с собой веревку, снаряжение для скалолазания и топор Престон спустился на землю первым, а когда начала спускаться Аманда, появился Бигфут и потащил ее к себе Монстр уже готовился сожрать девушку, но тут очнулся Отис Быстро оценил ситуацию и всадил твари топор промеж его волосатых лопаток Чудище отпустило Аманду, и ей пришлось прыгать, чтобы оно повторно не затащило ее наверх Когда его руки освободились, Бигфут схватил Отиса и отгрыз ему верхнюю часть лица А затем вернулся к Аманде Но она уже сбежала вместе с Престоном Девушке пришлось тащить его до машины Однако Бигфут оказался быстрее Он поднял заднюю часть авто, и когда колеса достаточно раскрутились, отпустил ее Машина разогналась, влепилась в деревья, и Аманда вылетела через лобовое стекло Роджерс нажал на сигнал, чтобы отвлечь монстра, и оказалось, что Бигфут не выносит звука автомобильного сигнала Престону удалось загнать его назад В этот момент он вдавил педаль газа, и машина припечатала чудище к дереву Топор, торчавший из спины, пробил его насквозь Чтобы машина продолжала удерживать монстра, Престон положил на педаль свой ботинок и пополз команде Она осталась невредима, только небольшое рассечение на лбу кровоточило Сотрясения у нее не было, как, наверное, и мозга Поэтому Престон предложил уходить отсюда Когда они оказались у дороги, их заметил Макбрайт Он вызвал скорую и других полицейских Приехав на место, шериф пошел обыскивать лес со своими людьми И наткнулся на десятки горящих глаз Это пришли родственники убитого Бигфута, чтобы мстить Это все на сегодня Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите больше подобных роликов Субтитры создавал DimaTorzok